Всем щербет, дорогие друзья! Топчик подъехал и Тимурка спешит поделиться с вами обзором на этот топчик. Почему спешит? Потому что солнышко уже немножко идет к закату. Я, как всегда, пришел с работы. Не емший! Веселый! Энергичный! Сейчас вам покажу новый крутой фонарь от компании Fenix. Это HM65R. Это налобничек. Да, не простой налобничек, а с раздельным освещением. То есть он имеет два, по сути, две лампы. Два диода, ближний и дальний свет. Ну, это если простым языком сказать. Но давайте по порядку. Чем же хвастается у нас производитель на коробочке? Модель HM65R. R это, я так понимаю, rechargeable. Он USB заряжаемый фонарик. Уже укомплектован там аккумулятором. Всеми делами. То есть полностью заряженный. Можно покупать, можно дарить абсолютно без проблем. Dual Light Sources. Ну, это понятно, собственно, о чем я и говорю. Это две лампы, два диода, два типа освещения. Максимально 1400 люмен. Это если мы врубаем оба. Вот здесь вот тоже важная информация. USB Type-C зарядочка. USB заряжаемый. Это, я так сказал, ну, имеется в виду, что его можно заряжать от порта какого-то ноутбука или компьютера. Но, по сути, вход в сам фонарик USB Type-C уже зарядка нового поколения. Максимальный рантайм 300 часов, но, как правило, это идет либо самых минимальных, либо предминимальных. Ну, как правило, если вы тут читаете какие-то сумасшедшие часы рантайма, там фонарик работает 300-400 часов, 500 лет, то это значит там в каком-то однолюменном режиме или что-то такое. Индикатор заряда батарей здесь очень прикольно реализован. Функция блокировки. Ну, как я понял, функция блокировки здесь имеется в виду такая механическая. Дальше вы поймете, о чем идет речь. И 5 лет Phoenix дает гарантию на все свои фонари. Юзаться, то есть использовать, он может на одном аккумуляторе 18650, который уже идет в комплекте, или на двух CR, как CR123A. Вот здесь вот можете поставить на паузу и посмотреть рантаймы, ну, можно это все и в интернете, в принципе, прочитать. Давайте теперь по комплектации пройдемся. Собственно, здесь кроме буклетика, инструкционы, запасное уплотнительное колечко, кабель Type-C, собственно, больше ничего нет. Давайте перейдем к самому интересному, а это непосредственно к фонарю. Вот такой вот красавчик. Что интересно, друзья, что здесь вместо привычного нам алюминия, производитель заявляет некий магниевый сплав. По ощущениям и по вообще вот тактильности, по весу, что-то напоминающее силумин. Вот, этих сплавов существует разное количество. Я, кстати, только недавно для себя сделал открытие, что флоберы турецкие, там используется не силумин, а какой-то материал, сплав, который легкий и по прочности, ну, немножко уступает старе, на самом деле. У него есть там свое название, я не помню. Я думаю, что производители позаботились о том, чтобы он был легкий. Он легкий, да, и прочный. Вот, но что-то вот типа похожее на смесь металла и пластмассы, по ощущениям. Что-то вот такое вот, друзья. Имеется фирменное фениксовское, очень прикольное, очень качественное налобное крепление со светоотражающими полосками. Вот эта вот надпись феникс и это светоотражающие полоски. Отдают блики в темноте, если вы светите на них там фарами машины или фонарем или чем-то еще. Это классно. Вот я когда на малую одевал на свою доченьку налобный фонарик со такими светоотражающими полосками, полосками, она там впереди где-то побежала по тропинке, вы идете тоже сзади с фонариком, светите и прямо вот мелькает, то есть все хорошо видно. Опять же, если вы едете на велосипеде, то это дополнительный вам катафот, который позволит машинам лучше вас видеть. Это хорошо, это правильно. Такое качество, оно очень, ну, классное. Вот видите, здесь силиконовая прослойка с этой стороны и тактильно оно очень-очень прикольное. Знаете, бывает такие на дешевых фонарях, оно сразу такие нитки начинают лезть, оно какими-то вот этими катушками покрывается. Здесь такого 100% не произойдет. Классические стринги в верхнюю часть можно отсоединить. Ну, в принципе, фонарик вот даже с аккумулятором, я думаю, что им можно пользоваться и без верхней части вот этой. А он будет достаточно нормально сидеть. Итак, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем два светодиода, ближнего и дальнего света. Дальний свет у нас холодный, диодик Кри ХМЛ-2. Ближний у нас нейтральный, но даже ближе к такому теплому, диодик ХПГ-2. На маленьком, то есть на ближнем, имеется такая терлинза, дает очень широкий и равномерный засвет. Здесь идет рефлектор апельсиновая корка, то есть он не гладкий, но очень глубокий и достаточно, ну как для налобного фонаря, далеко светит, формирует пятно. Если мы все это комбинируем, получается у нас как бы и далеко и широко. В принципе, очень удобно, можно комбинировать как вам хочет. Идет трещоточка у нас на 7 положений. И вы можете, в принципе, практически даже себе под ноги светить. Вот максимальное положение вниз, вот так вот, будет прямо вам на кроссовке или на ботинке светить. Здесь задней стороны покоится под резиновым уплотнителем заглушечка Type-C. Влага сюда не попадет, дорогие друзья, никаким образом она случайно не откроется, потому что она достаточно спрятана в таком интересном месте. Сверху мы видим органы управления, которые при вот таком вот максимальном положении у нас как бы фиксируются вот этим наплывом. И их нажать можно, в принципе, но тяжеловато. Поэтому получается своеобразный блокиратор. Когда мы его на одно деление опускаем, все, они у нас полностью открываются и ими можно работать. С одной стороны откручивается торцевая часть, под которой покоится аккумулятор 18650. А с другой стороны у нас, в принципе, по-моему, ничего не откручивается. Ну, я, по крайней мере, не пробовал. Тут установлен уплотнитель специальный. Откручивать достаточно сложно. Почему? Потому что он, когда до конца закручен, прямо упирается вот в это пластмассовое крепление. С крепления фонарик не снимается. То есть это чистый налобник, друзья. Носить в руках его не очень удобно по причине того, что вы им пользовались. Вам нужно вот так вот, ну, немножко вперед отклонить. Хотя можно отклонить, включить и потом назад задвинуть и идти им светить в руках. То так тоже можно. По управлению все просто. Две кнопки, интуитивно понятно. Плюс посредине у нас индикатор заряда батареи. Включается с зажатием, показывает, какой заряд у батареи. Потом мы клацаем режимы. Режимы он запоминает. Он включится потом на том режиме, на котором вы оставили. Так же само по дальнему свету. То есть раз, два, три, четыре. Здесь у нас четыре режима. И здесь у нас три. Можно включить одновременно. И комбинировать как вам угодно. Это очень прикольно, друзья. Как хотите, какой комфортный свет вы выбрали, такой и будет. Подальше, поближе, более размытый, более вдаль, вблизи. Ну, в общем, это очень круто, дорогие друзья. Ну, что еще можно сказать. В принципе, все. Кому подойдет такой фонарик? Да, подойдет всем. Кому нужен именно инструмент. Вот знаете, у меня были клиенты, дальнобойщики. Которые говорили, мне нужно и в моторе покопаться. Иногда. Да, мне нужно и выйти просветить фуру до самого конца. Не знаю, правда, зачем. Ну, наверное, что-то нужно. Использовать здесь можно аккумуляторы только с выступающим плюсом. Это обусловлено конструкцией фонаря. Но, учитывая то, что аккумулятор на 3500 мАч идет уже в комплекте, то я не советую вам, в принципе, особо заморачиваться. Раскручивать тут что-то вы будете довольно-таки редко. Ну что, а теперь мы телепортируемся на турбазу солнечной и светим фонарем. Погнали! Карина. Больше ничего не видно. А, Женя. Вот это, друзья, самый первый режим из рассеянного света. Как это правильно сказать? Рассеянный или ближний, теплый. Ну, практически вплотную можно светить им. Чуть дальше уже, но в пределах рук очень хорошо. Второй. Вторым, скажем, можно уже идти по тропинке. Либо ехать на велосипеде. Ну, а ехать на велосипеде лучше, конечно, вот включив третий. Третий прям вообще-вообще хорошо. Уже коридорчик такой формируется. И вдаль видно, ну, я не знаю, метров на... Правда, камера это вряд ли передаст, но... Сколько? Метров 20, наверное. Это на рассеянном свете, друзья. Давайте теперь второй дальнобойный, который... Ну, и здесь прям, блин... Ха-ха... Первый. Второй. Третий. И четвертый. Четвертый высвечивает вдаль, ну, как я не знаю... Фары просто автомобиля. Вот там противоположный берег реки. И там все достаточно неплохо видно. Даже так, учитывая, что это налобный фонарь. На камере, наверное, вряд ли так хорошо видно. Но... Прям-прям вообще хорошо. И давайте оба. Добавляет, когда включаете к дальнобойному... Ближний добавляет вот здесь вот, вблизи. Ширину начинает подсвечивать сильнее. Ну, вот это вот максимальный турбо-режим. На оба диода. На левый и на правый. На ближний и на дальний. Хорошо светит. Света более чем хватает. Ну, начинает по чуть-чуть нагреваться, друзья. Давайте отключим сначала ближний. Вот остался у нас дальний свет. Ай, комарики кусают. Вот такие дела, друзья. Не забываем проставлять ваши императорские лайкосики. Думайте, что вы пишете. Пишите, что вы думаете. Все, увидимся. Покеда. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok